До чего дошел прогресс? Воду чистят роботы, а не человек. Кировские школьники победили на Всероссийской Олимпиаде по робототехнике. Максим Халявин и Александр Гнусов разработали модель водочистных сооружений, работу которой обеспечивают несколько роботов. Подробности в нашем сюжете. Роботизированная модель очистных сооружений полностью выполняет всю цепочку очистки воды от механической до химической, по тому же механизму, которая используется на настоящих очистных сооружениях. Для этого авторам проекта Максиму Халявину и Александру Гнусову пришлось детально разобраться в очистке сточных вод. В итоге каждый этап процесса очистки воды выполняет отдельный робот. Этот робот опускает проверки и потом отдает их в лабораторию, чтобы их посмотреть. Ну, чтобы они в лаборатории их определили, ПТВ это стоки или производство. Зачем лаборатория дает команду второму роботу, и если это производственные стоки, то второй робот открывает, меняет направление, и вода уходит на дополнительную очистку. А если это бытовые стоки, то вода дальше идет в аэротенке. По щелчку мышки запускается программа, а конструкция приходит в движение. В работе модели задействовано пять роботов. Высокая сложность проекта и стала определяющим фактором в победе кировских ребят на Олимпиаде. Там были хорошие тоже проекты. Там была робот, машина, которая ездит, в которой есть лестница, подъемный кран, чтобы забивать сваи. У нас был проект сложнее тем, что у нас очень много шестереночных передач, и мы моторы использовали, датчики, и все использовали по максимуму, как могли. Во Всероссийской Олимпиаде приняло участие более 700 ребят из 45 регионов России. Кировская область была представлена пятью командами-победителями регионального уровня Олимпиады. Однако золото удалось привезти только самым юным роботостроителям. Сейчас Максим и Александр планируют доработать модель водоочистных сооружений и начать готовиться к следующей Олимпиаде. Кирилл Сосолятин и Горяхотников. Вести. Кировская область.